Добрый день! Рада пригласить вас на видео экскурсию по научной библиотеке. Здание состоит из двух корпусов, мы привыкли называть их новое и старое здание. За исключением редких случаев мы проходим в новое здание. Еще на входе вы можете уточнить график работы. В обычной ситуации, вне карантин, двери нового здания практически всегда открыты для вас. Дело в том, что за ними находится круглосуточный читательный зал и сервис по возврату книг. Вход в круглосуточный зал открывается после девяти вечера по будням и после трех по выходным и в предпраздничные дни. В других случаях мы спускаемся по лестнице в цокольный этаж, чтобы воспользоваться гардеробом и пройти в основные залы библиотеки. Сдав верхнюю одежду и форму для физкультуры в гардероб, вы можете пройти через турникет. Для этого воспользоваться своей кампусной картой или отпечатком пальцев и подняться по лестнице в читальный зал. А вот если вы планируете взять книгу домой, то для этого вам нужен будет читательский билет. Оформить его можно на окне регистрации. В случае потери читательского тоже обращайтесь туда. И здесь же рядом с окном регистрации единое окно приема заказов, где вы можете распечатать, скопировать документы, а также узнать о других услугах популярных у студентов по оформлению письменных работ. Первый зал, куда мы поднимаемся, это круглосуточный информационный центр 24 на 7. Поначалу вам будет нужна помощь консультанта, но помните, рабочий день сотрудников с 9 утра до 9 вечера по будням и с 9 утра до 3 часов по выходным. В оставшееся время за порядком в зале будет наблюдать сотрудник службы охраны, а с вашими вопросами вы можете обратиться к другим читателям или воспользоваться нашим чат-ботом в Телеграме и ВКонтакте. Интереснее всего узнавать о научной библиотеке от первого лица. Наш читатель, сотрудник тьютерской службы Маргарита. Зал 24 на 7 – лучшее место, когда ты понимаешь, что у тебя горят все сроки, и чтобы сделать работу, у тебя осталась одна ночь. Здесь расположено много компьютеров, они есть на всех этажах библиотеки, все в открытом доступе, можно подходить за любой свободной и начинать работать. Также очень помогает сама атмосфера научной библиотеки, которая настраивает на рабочий лад. В отличие от дома, ты не отвлекаешься каждые 5 минут, чтобы заглянуть в холодильник или погладить своего кота. А также в зале 24 на 7 есть фуд-зона. Если вы действительно любите библиотеку на весь день, всегда удобно заглянуть, чтобы перекусить и потом дальше продолжить работать в основном зале. Поднимаясь на этаж выше, мы попадаем на абонемент. Здесь нам нужно понимание, за какой книгой мы пришли. Например, это мы взяли в круглосуточном читальном зале и читательский билет. На станции самообслуживания сканируем штрих-код. И теперь можем оформить на себя книгу. Готова. Если операция прошла корректно, то теперь с этой книгой мы совершенно спокойно выходим из библиотеки и ворота на выходе не подают никакого предупреждающего сигнала. Если нужная вам книга есть в библиотеке, но она находится не в читальном зале, то придется воспользоваться сайтом библиотеки и обратиться за помощью к консультантам. Спасибо. Благодаря залу журналов всегда можно написать курсовую дипломную работу самыми свежими источниками, а также вдохновиться на написание научной статьи. Главное, что надо помнить, это что всегда можно обратиться к сотруднику в зале, который сориентирует вас как по бумажным журналам, так и по всем подпискам в электронном каталоге и поможет вам подобрать те, которые нужны именно вам по вашей специальности. За абонементом расположен исследовательский зал, не случайно его название. Он отвечает тем потребностям, которые испытывают молодые ученые в справочной литературе, в новейших журналах, в подписках на международные научные базы, а также в помощи опытного консультанта. Плюс здесь вы можете забронировать кабинки для индивидуальной и совместной работы. Бронирование осуществляется на сайте научной библиотеки. Поднимаемся на этаж выше, уже на третий, и попадаем в Международный ресурсный центр. Он состоит из английского и немецкого читальных залов. Здесь вы можете найти литературу по страноведению и изучению этих языков. И также обращайтесь к консультантам, узнавайте, какие еще мероприятия проводят сотрудники этого центра. Большой популярностью среди студентов и жителей города пользуются наши языковые клубы английского, немецкого и французского языков. Подробную информацию о будущих встречах узнавайте из социальных групп. Если вам интересно обучение в других странах, то здесь на базе английского читального зала проходят подготовительные курсы к сдаче экзамена ТОФУ. И всю справочную информацию, учебники вы можете попросить у консультантов зала. На четвертом этаже располагается лекционный холм, который студенты также могут бронировать под свои нужды. Тут есть проектор, с которого удобно включить презентацию. Можно собраться все вместе, включаются больше 50 человек, и даже посмотреть вместе фильм и потом судить его. Главное помнить, что если вы хотите сидеть на верхних диванчиках, обязательно развиваться. Чтобы попасть в старое здание библиотеки, нужно подняться на второй этаж и пройти через административный холм. Мы прошли административный холм, направо будет поворот в молодежный центр, а влево будет как раз переход в старое здание. На втором этаже старого здания расположен большой конференц-зал. Вам будет интересно прийти сюда, если где-то вы узнаете, что здесь проходит интересная конференция и выступает спикер с темой, которую вы хотите послушать. Не случайно здесь вы можете видеть микрофон и наушники. В наушниках вы слышите переводчика, если спикер выступает на языке, который вам не знаком, а в микрофон вы задаете ему свой вопрос. Не забудьте, пожалуйста, после того, как вы свой вопрос задали, микрофон отключить. Напротив входа в конференц-зал располагается профессорский читальный зал. Многие студенты полагают из названия, что профессорский значит только для профессоров. Однако это не так, и сюда также может прийти и позаниматься любой студент. Единственное, в отличие от залов в новом здании библиотеки, тут приветствуется полная тишина. Поэтому, если вам не надо ничего обсуждать, а хочется напротив сосредоточенно поработать над своими задачами, это лучшее место библиотеки. И, конечно же, библиотека – это про книги. Теперь мы находимся на одном из этажей книгохранилища. Всего таких этажей 18. 12 в новом здании библиотеки и 6 в старом, что позволяет разместить фонд практически из 4 миллионов экземпляров. Для того, чтобы нужная книга быстро была вам доставлена, после запроса на сайте на каждом этаже есть сотрудник. Он в лифт кладет нужный экземпляр, который вы запросили, и отправляет на абонемент. Именно поэтому на сайте предлагается подождать полтора часа после запроса, а потом уже обращаться за той книгой, которую вы заказали из книгохранилища. Библиотека – это то место, которое объединяет студентов всех факультетов. И именно здесь могут зародиться интересные проекты, интересные темы для исследований. Помни, что библиотека – это твой крутой помощник на весь период обучения в университете. И, надеемся, этот ролик помог тебе узнать, как использовать ресурсы библиотеки уже с первого дня обучения. До встречи! Пока!